здравствуйте дорогие товарищи как всегда я благодарю вас за то что вы пишите комментарии за то что вы смотрите вообще вот это все за то что оказываете материальную поддержку каналу это очень приятно мне да я даже говорил с какими-то интонациями такими странными довольными потому что да ну а как же конечно доволен и вообще всем доволен вообще все нравится почти за исключением прям 20 тысяч пластинок которые я терпеть не могу остальное все большим удовольствием ну а сегодня сидя в одном из кабинетов на своей даче я достал вот этот альбом видно его видно хорошо да один сейн дэвид боури 1973 год я вообще люблю очень музыку и пение дэвид боури его подход к творчеству и практически все что он записал мне очень близко ну что-то больше что-то меньше но тем не менее все его пластинки я с огромным удовольствием слушаю потому что подход главное подход главное мысль музыкальная который присутствует во всех его композициях даже в самых самых ранних я уж про позднее не говорю там вообще все замечательно 1973 год значит после записи пластинки и выхода пластинки зиги стартаст ну сокращенный длинное название мили произносить полное был и отправился в тур естественно чтобы ну как бы рекламировать отчасти вышедший альбом хотя он в рекламе не нуждался насколько он был хорошим настолько настолько успешен но так положено что после выхода альбома нужно ехать в тур чтобы эту пластинку представлять как бы да материал из этого и в процессе довольно длительного тура дэвид боури несколько раз возвращался в лондон не знаю сколько раз именно я думаю что раз-два где-нибудь так и начал еще всем этом году начал записи этого этого альбома который был сочинен практически весь ну почти весь сочинен в америке во время этого самого удивительного тура не за почему он удивительный но мне так показалось мне так кажется мне хочется бы все туры для любого и были удивительными наверно так и было пластинка довольно странная и она мне нравится гораздо больше на самом деле чем предыдущие чем вот этот грандиозный rige stardust despite this from mars хотя именно предыдущая пластинка сделала его артистом известным артистом с большой буквы до этого он был все-таки еще имел еще достаточно локальную известность хотя крепкую хорошую ну а после зиги star застон стал уже мировой звездой в общем-то не самый на тот момент еще яркой но уже вполне видимый из любой точки земного шара там где люди вообще слушали рок-музыку каким-то образом через радио или через пластинки или чем что-то еще один а вот инсейн то есть безумный парень шизофреник шизофрения она и изображена на обложке одно из самых таких узнаваемых изображений дэвида волви одно из ключевых одно из самых брендовых ну я не говорю об этом замечательном еще красавца ну короче говоря здесь происходила внутренняя борьба замечательного артиста потому что образ зиги star заст настолько прилип к нему и настолько люди стали его идентифицировать ну слушатели это зачастую бывает и у слушателей у читателей и у кого угодно то есть когда люди начинают идентифицировать лирического героя которого создал автор да художественный образ с самим автором и это конечно жутко напрягает автора я имею ввиду и дэвида стали воспринимать именно как вот такого зиги star до 100 и непонятного пола существо и вообще не человека какого-то такого странного персонажа но это конечно очень неприятно в обычной жизни и буви как-то стал отрываться пытаться оторваться от этого образа и в общем-то в американском туре и оторвался от него и на этой пластинке он совершенно четко демонстрирует этот отрыв от зиги star до 100 от этого непонятного существа спасибо мне нравится я уже говорил да что она мне нравится гораздо больше чем предыдущая она весьма странная здесь появился удивительный клавишник май гансом который наиграл столько то просто непонятно чей-то вообще альбом кто здесь автор всего хотя авторы дэвид был вы микрон сам ронсон прекрасно тут и аранжирует и играет на гитаре и такого дает хард-рока ух чуть поменьше конечно чем на любовь данных услуга вот но двух как какой рев гитарный watch that man первая песня ну вообще расскажу что половина пластинки это рок-н-ролл настоящий такой причем кренящийся в сторону на the rolling stones моих любимых я же не говорю о том что здесь есть версия песня let's spend the night together на второй стороне которую удивительным образом был и ронсон аранжировали подключив майка гарсона и он внес свою эту хочется сказать курюхин шизофрению курюхин позже все это делал конечно но абсолютно в том же духе то есть это многие критики пишут что май гарсон игра здесь авангардный джаз я вам сказал что это не авангардный джаз это такой поп авангардный джаз то есть он настолько как бы формально до формально такой авангардный джаз ну вот именно поп-поп авангардный джаз для слушателя который никогда не слышал настоящий авангардный джаз это будет да такое да авангардизм а для тех людей которые знакомы с джазом вообще и в том числе с авангардным это вызывает милую улыбку причем не 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 с отвращением а даже с каким-то таким кайфом удовольствием что вот как здорово как такой авангардный джаз light такой всем понятны всем доступны всем приятные и и вызывающие удивление как неожиданно какие а тональные какие-то штуки играются такие но сыграны блестяще все технично с мыслью которая рождается в момент нажатия на клавиши это представляю а это самое главное джазе когда тебя несет просто вот когда ты сам не знаешь какую следующую ноту ты возьмешь но она берется и берется правильно в нужное время в нужном месте в нужной гамме в нужной тональности или в другой тональности и и получается очень хорошая музыка мы так вот вот это самый поп авангардный джаз разум пронизана почти все композиции на этом альбоме он не вытесняет тяжелый рок наигранный мигом ронсоном тревором тревором болдером и вот манси барабанщиком да но и дэвидом болды который тут и играет и поет и вовсю и саксофон и здесь подключается хотят сама сакси здесь бога не играет так вот вот ждать мэн чисто рок-н-ролл просто гитарные аккорды мощь рубалова и чувствую что мы сейчас будем танцевать весь альбом ставим и пляшем под него с дикой прыгаем с высоко и и бухаемся ногами в пол тяжело но l1 сейн вторая вещь это уже вот здравствуй здравствуй поп авангардный джаз и песня очень красивая очень внятная очень конкретная замечательная мелодия и очень логично вытекает оттуда вот этот самый вот этот самый мелодизм который стал использовать потом курюхин очень похожим на самом деле я не знаю как курюхин относился к к вайку гарсона но я думаю что конечно его слышал и конечно что-то от него и взял длинное полотно один сейн да шизофреническая весьма демонстрация вот этой шизофрении демонстрации раздвоение личности с одной стороны зиги стартаса с другой стороны уже артист который на большой американской сцене катает тур настоящий большой полноценные и собственно он артист он певец он рок-музыкант они вот это вот существо странное но налет этого существа все равно еще остался потому что зрители это воспринимают голове так так как он себя показал на предыдущем альбоме и вот эта шизофрения владин сень конечно уже демонстрируется просто в полный рост зато дальше пошел англо-американский hard rock настоящий drive in saturday правда с нечетным размером еще как бы подход такой к нему но вот panic in detroit вовсю смесь смесь структуры такой body для с музыкой дэвида булова и тут 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 и барабанный рисунок который напряжение всей песни молотит не дает прямо здравствуй body для до перкуссия подключается всякое просто вот такая черная хорошая черная музыка которую исполняют белые утонченные артисты крикитектор пятая вещь очень неприличная очень неприличная про оральный секс и про все но на самом деле про сошедшего с ума киноартиста с которым видимо боу и встречался в голливуде я не помню кому даже кому-то посвятил по моему эту песню ну брать не буду не знаю но это такой быт голливудского большого киногероя который да да сак-сак-сак give me a heart вот это все в общем не матом конечно но очень радикально здесь все это озвучено жестко и с издевкой над большими голливудскими кино героями в общем первая сторона она практически вся рок несмотря на майка гарсона несмотря на то что он там наиграл балладин сэнь мне очень нравится кстати очень хорошо я не издеваюсь действительно очень интересно сыграть а вторая сторона она пошла в сторону в хорошем смысле кабаре ну так же как группе doors джим моррисом у него половина песен кабаре просто в чистая в чистом виде и вот произведение под названием time очень красивая очень интересная развивающиеся такое вот кабаре с обработкой студийный там все в порядке с верберации со всеми делами гарсон играет от души там просто и вот мы ушли от рок-н-ролла уже здесь что-то ушли в другую сторону да пройти старт тоже самое продолжение плавности вот эти хотя она тяжелки тяжелее значительно чем time да но все равно это такое вот кабареш на и настроение но хорошие в хорошем смысле я подчеркиваю не не поп какой-то такой кабаре там с папирос и варту ничего подобного очень все красиво но зато потом все-таки мы возвращаемся к тяжелому року let's spend the night together я уже говорил очень интересная версия очень странная с неожиданным въездом майка гарсона на фортепиано казалось бы не к месту но оказывается что к месту джин джинни просто зарубал просто ритм-н-блюз тяжеленный настоящий ритм-н-блюз привет the rolling stones с губной гармошкой все все просто молотит как будто бы вышел из лондонского клуба и пошел в другой клуб послушал the rolling stones в клубе да в лондонском пошел в другой клуб и решил сделать также а еще и лучше у него получилось а вот lady green and soul заключительная вещь это просто ну это просто взять весь альбом ханки-дори и сжать его в одну песню настолько красиво и фортепиано и гитарная соло ронсона лаконичная в конце так такой тембр гитарные изумительные просто но это вот для тех кто любит ханки-дори просто микс из всего альбома очень красивая медленная я не буду говорить слова баллада не выиграть хотя его сказал да не отношусь сюда это слово не не баллада немедленная песня а поэма настоящая музыкальная поэма неземной красоты как и вся эта пластинка я очень рекомендую для тех кто никогда не слышал давида боли а для тех кто слышал наверно рекомендую переслушать потому что это очень хорошая музыка 1973 год какая разница в каком это было году я пошел пить пока